И вот за счет этого человек не может никак энергию накопить, да, но оказалось, что самая главная ткань, это все-таки соединительная ткань, вот этот вот клей, и для меня это было, в общем, большим открытием, причем вот не в первых дней работы, например, в медицине, а уже приблизительно, наверное, через 10 лет, вот, может, даже через 15, существует такой белок, который называется коллаген. И этот белок, по сути дела, является как бы арматурой кожи, разных слоев кожи, связок и еще многих-многих различных структурных элементов. Вот функции коллагена отвечают за упругость ткани, вот когда мы трогаем руку у ребенка там или какую-то часть, и ножки упругие, да, если мы бабушку потрогаем, вот этой упругости уже не будет. Эластичность, за рост новых клеток, за структурность и соединение, за дряблость, за обвисание, ну, и не секрет ни для кого, что люди стали жить дольше. Вопрос качества жизни, да, вот я, например, на седьмом десятке, ну, совершенно не хочу стареть, вот меня эта перспектива старости вообще не устраивает, и поэтому, вот я еще, так сказать, с корыстной целью начала изучать глубоко прямо эту соединительную ткань, именно для того, чтобы задержать какие-то темпы, снизить хотя бы эти темпы естественного старения. Самое главное, что коллагены существуют в нескольких видах. Это вот жидкое состояние коллагена, кровь, я, честно говоря, не знала, что это коллаген, лимфа, межклеточная спинномозговая жидкость и все тканевые, межтканевые жидкости, да, волокнистая. Волокнистая – это сухожилия, фасции, связки, сумки, различные поддерживающие связки, то есть у нас все куда-то прикреплено, и в кишечнике, и в желудочно-кишечном тракте, и органы малого таза, на каких-то связочках к чему-то крепятся, вот это все соединительная ткань. Желеобразная – это вообще удивительный вид ткани, я думаю, что мы когда-нибудь отдельно о нем поговорим, потому что выращивание хрящей – это, по сути дела, возможная реальная, так сказать, история, а у нас к старости уже у всех, по-моему, хрящи-то становятся такими сточенными, да, ну и, конечно, твердые – это кости. И тоже здесь нас подстерегают различные проблемы, вот остеопороз, да, когда решетка кости, фрамуга вот эта вот, становится совершенно слабенькая. И, кстати, для меня было очень большим открытием, что бабушки, когда ломают шейку бедра, они, оказывается, сначала ломают, а потом падают, вот, потому что я думала, что они падают, и при падении ломают, вот это меня совершенно потрясло. Оказывается, она сначала ломается, и потом человек падает. И провести весь остаток жизни, условно говоря, в памперсах на кровати с несросшимся тазобедренным суставом – это, в общем, перспектива очень плохая, поэтому нам надо раньше начинать. Смотрим, что же такое соединительная ткань. Я познакомилась с профессором Алексеевым, и он мне провел консультацию такую очень длительную, потому что, честно говоря, врачей этому не обучают. Вот я не помню, чтобы нас в институте обучали функциям, там, строению соединительной ткани, да. И вот, во всяком случае, те, кто занимаются, говорят, что старение можно остановить именно за счет старения вот этого коллагена. Наше тело на 85% состоит из соединительной ткани, но не считая воды, мы как бы убираем сухой остаток, да. Вот есть вода, которая там 60-70%, а есть ткани. Так вот, из ткани 85% – это соединительная ткань. И она поддерживает, соединяет, значит, входит в стенки капилляров, соединяет ткани между собой, и у нее очень-очень много функций. И посмотрите, как она интересно устроена. Она состоит из белков. И, кстати, самая большая проблема, как вообще мы все знаем, да, это не углеводы, потому что углеводы мы можем получить. Самая большая проблема человечества, где он вообще возьмет белки. Если мы, допустим, выходим на духовный уровень развития и как бы декларируем для себя, что нежелательно нам убивать вот все то, что мы убиваем, да, если мы хотим быть грамотными, цивилизованными, там, духовными людьми, конечно, мы должны снизить потребление животных белков. Вот второй момент, когда мы снижаем, чем их заменить, вот это самая главная проблема, да. Итак, посмотрите, как она хитро устроена. Значит, внизу косичка. Потом эта косичка соединяется, там, 8-10 жгутиков. А потом эти жгутики соединяются просто в кабели, такие вот с оплеткой. Причем эти кабели мощные, структурные, они находятся во всех органах. Строма органа поддерживается. То есть это совершенно замечательная история. Вот если бы я это знала, ну, может быть, там, 40 лет назад, когда я начинала работать врачом, я вот клянусь, я бы всю жизнь посвятила соединительной ткани, потому что на самом деле ее надо с детства. Вот ребенок растет, а ему уже не хватает. Подросток пошел в рост, а ему уже не хватает. То есть за счет этого образуются и сколиозы, ну, и разные другие заболевания. Структура соединительной ткани. Посмотрите, как она усиливается по мере синтеза. Вот маленький пучочек, побольше, побольше пучочек, еще побольше, мощный пучок и уже конечное волокно. То есть вот когда я смотрю на электрические кабели, там высокого напряжения, там абсолютно точно такая же структура. Поэтому вот об этом надо знать и об этом надо помнить. И самое главное, что нам нужно сырье для того, чтобы четкий вот этот синтез, кстати, на который идет очень много энергии. И вот симптомы недостаточности соединительной ткани. Ну, возьмем коллаген, но там еще есть эластин, там еще есть другие как бы кератины различные. Там много белков, которые находятся в соединительной ткани. Это потому что и волосы, и все. Так вот, какие мы можем симптомы заметить? Ломкость сосудов. А ломкость сосудов – это инфаркт, инсульт. Появление морщин – это старость. Обвисание кожи – это старость и дряблость, и это немощь. Неприятные ощущения в суставах, то есть нарушение синтеза соединительной ткани и хрящей. Ослабление костной ткани. То есть это переломы в любом возрасте, независимо, так сказать, от нашего состояния. Зубы, парадонт, периодонт, связки все зубов, которые крепят. То есть к 40 годам человек практически уже лишается естественного состояния зубов. Выпадение волос, нарушение зрения. То есть колоссальное количество симптомов. Это вот просто самые такие. А существуют еще десятки мелких симптомов. И вот типы коллагена. Вот это самое интересное. Оказывается, у нас около 20 типов коллагена, 25. А некоторые ученые даже до 30 насчитывают. Первый тип, второй тип, третий тип, четвертый тип. То есть и все коллагены устроены по-разному. То есть у нас в организме существует программа синтеза 25 видов коллагена. То есть хрусталик – это тоже коллаген. Там среды глаза – это тоже коллаген. Значит, связки глаза, капсулы, различные поддерживающие элементы – это тоже все коллаген. Просто разного типа. Так вот самое главное, к чему мы переходим. Условия для синтеза коллагена. То есть строительные материалы. Первое – это белки, в конечном счете аминокислоты. Второе – это гак, гликоза, аминогликаны, хондроэтины, гиалуроновые кислоты и так далее. Третье – это витамины. Их немало. С, А, Е, К, Д. То есть вот без этого синтез вообще не идет. И микроэлементы. Кальций, фосфор, магний, цинк, сера, кремний, марганец и медь. Причем, что самое интересное, Юрий Андреевич, это все одновременно. Вот это вот вводит меня прямо в какой-то ступор. Потому что, ну вот все есть, а нету витамина С, например. Или все есть, но солнца нету, зимы нету. Там зима, нету витамина Д. Или, например, просто не хватает кремния, марганца и меди. И все, синтез коллагена прекращается. Либо коллаген становится рыхлым, каким-нибудь, допустим, недоброкачественным. Костная ткань не формируется. Подросток растет, у него связки утолщаются, уплотняются. Жесткие, он ломает, рвет эти суставы, связки. Поэтому вот эти вот условия, они на самом деле непростые. Вот вообще непростые. То есть я ни для одного из заболеваний не знаю вот этих условий, чтобы так много нужно было. Причем одновременно.